Подзаголовок. Социалистический сионистский проект. Третий проект. Социалистический проект, возникший в конце XIX века. Согласно социалистической мифологии, сионизм создал Беньямин Теодор Герцель 1860-1904, написав книгу «Юденштадт. Еврейское государство» на немецком языке, изданную в 1896 году. Толчком к написанию книги было дело Дрейфуса, французского еврея, обвиненного в государственной измене. Сам судебный процесс и то, что происходило на улицах, потрясли Герцля, который был благополучным, ассимилированным евреем, австрийским журналистом, человеком светским, с большими связями в высшем обществе. Перед Герцлем предстала трагедия того, чем может обернуться так называемая эмансипация евреев даже в цивилизованной Европе. Это была мощная демонстрация французского антисемитизма, которая показала будущее европейского еврейства. Цивилизованные французы кричали «Смерть еврею Дрейфусу!» В ужасе от увиденного Герцль выдвигает в книге свой план решения проблемы евреев Европы. Самое главное, для того, чтобы спасти евреев, им нужно свое еврейское государство, куда надо вывести евреев. По существу он пишет некую утопию, детально описывая, как это государство образовать, какая в этом государстве будет конституция и так далее. Как утверждают социалисты, эта книга стала программным документом сионизма, национально-освободительного движения еврейского народа за восстановление государственности на своей родине Эрец-Исраэль. Доктринальная сущность данного сионизма в кавычках настолько радикально отличается от традиционного национального сионизма, что есть все основания выделить два типа сионизма – еврейский библейский сионизм и европейский социалистический сионизм. Ко времени создания в кавычках герцелем социалистического сионизма в 1896 году реальный сионизм существовал и действовал уже по крайней мере 14 лет, если считать от начала Алии Хавэвэй Цион. Если же считать с момента, когда сионизм был публично провозглашен как концепция в 1850 году раввином Цвигиршем Калишером, то Герцель открыл в кавычках сионизм спустя 46 лет с момента его начала. Реальная заслуга в кавычках герцля – это придание сионизму политической формы в кавычках, понятной для европейцев, в отличие от программы Хавэвэй Цион, содержание которой он исправил в кавычках самых просвещенных позиций. Герцель, как опытный публицист и журналист, убедительно оформил в кавычках сионизм как политический продукт и продал в кавычках его европейской публике, чем дал толчок к организации социалистического политического движения светских и европеизированных евреев на национальной основе. Теодор Герцель останется в истории уже потому, что он произнес «Сионизм есть возвращение к еврейству прежде, чем возвращение в землю евреев». Теодор Герцель характеризует политический сионизм как национально-освободительное движение евреев, что абсолютно неверно. Но при этом он говорит «Пусть знает и ведает весь мир, что истинный сионизм – это нравственное, законное движение, исполненное человеколюбие и стремящееся к извечной цели, составляющие неприходящие чаяния нашего народа, что не вызывает возражений». Однако представления о способах решения проблемы были у Герцеля весьма своеобразными. Так в первом издании «Юденштадт» даже не упоминается «Эрцесраэль» – «Должно быть государство, но где об этом не сказано?» Более того, книга обращается в первую очередь не к евреям, а к европейцам и их правительствам. В своей книге «Еврейское государство» Герцель предлагал европейским народам новый способ решить еврейский вопрос и избавиться от евреев, этих ненавистных всем чужаков. Для этого европейцам надо предоставить евреям во владение клочок земли, на котором они могли бы жить как народ. Получив свою землю, евреи не будут больше рассеяны по всему миру, они не будут докучать народам мира. С этой идеей Герцель начал атаковать общественное мнение Европы и глав государств. Он обращался к немецкому кайзеру, к турецкому султану, к властям Франции и Англии в надежде получить «чартер» – документ, дающий евреям право на владение собственной территорией. В 1903 году Герцель посетил Россию, где был принят министром внутренних дел Плеве и министром финансов Витте. В 1904 – Италию, где встречался с королем Виктором Эммануилом III и папой римским Пием X. Хотя эта лихорадочная политическая деятельность Герцля не приносила плодов, но тем не менее он скептически относился к практическому сионизму, считая, что филантропическое поселенчество сможет привести к решению еврейского вопроса только через сотни лет. Герцель утверждал, что этого можно достичь быстро только путем коренного преобразования, метаморфозы, в кавычках, самого еврейского народа, когда в стране Израиля будет создано новое, прогрессивное общество, в кавычках, которое будет нерелигиозным и весьма мало связанным с еврейской традицией. Механизм этого чуда Герцель не раскрыл и унес тайну с собой. Со временем Герцель начинает понимать, что невозможно создать национальное государство без связи с национальной традицией и национальной культурой. Во втором издании книги «Юденштадт» на Идиш, которая выходит в Польше, уже появляется Эрцисраэль. В 1797 году, 29 августа, в Базеле, на Первом сионистском конгрессе была создана Всемирная сионистская организация – ВСО, председателем которой был избран Теодор Герцель. Герцель считал сионистский конгресс основным средством «построения государства в пути», в кавычках. Без лишней скромности он писал, «В Базеле я основал еврейское государство. Самое большее через 50 лет его признают все». Сионистский конгресс объявил о создании Всемирной сионистской организации и принял знаменитую базельскую программу, определившую задачи сионистского движения. Во главу программы деятельности было поставлено достижение прежде всего политических целей на международной арене, а не практических – построения поселений, алия и т.п. Главным делом считалась дипломатическая деятельность с тем, чтобы заручиться поддержкой правительств разных стран с целью достижения политического статуса еврейского народа в Эрец-Исраэль. При этом считались допустимыми любые средства – от политических союзов, если это возможно, и до политических взяток. Кроме того, для достижения цели программы Конгресс постановил поощрять поселения в Палестине еврейских земледельцев, рабочих и ремесленников, укреплять еврейское национальное самосознание. Исполнительными органами сионистской организации стали Исполнительный комитет и правление. Спецификой этого проекта было то, что идея восстановления национальной государственности Израиля была подменена идеей создания утопического, социалистического, частично даже коммунистического государства, исходным строительным материалом которого были евреи. Проект эксплуатировал стремление евреев воссоздать свое государство, но его авторы не собирались этого делать. В 1931 году Вейцван сказал, «Я не понимаю и не симпатизирую требованию еврейского большинства в Эрц Исраэль. Большинство не является залогом безопасности и нет нужды в большинстве для развития еврейской цивилизации и культуры». Конец цитаты. Руководитель Гашомер Гацайир, мэйр Яари, сказал с трибуны сионистского конгресса, «Мы отрицаем буржуазную идею и мечту о еврейском государстве». Абен-Гурион сказал, «Мы не согласимся с властью одной национальной группы над другой, ни сейчас, ни в будущем. Мы также не принимаем лозунг о еврейском государстве, который означает еврейскую власть над арабскими жителями страны». Конец цитаты. Конец цитаты.